2016 год был сложным не только для Украины, но и для многих стран мира. Боевые действия на востоке Украины, война в Сирии, террористические акты в Брюсселе, Ницце, Париже, Истамбуле. Кроме этого, Брекзит, Панамский офшорный скандал и референдум в Нидерландах. Мир лихорадило в течение всего года. Однако, несмотря на водоворот политических событий, нашему государству удалось сохранить международную поддержку в борьбе с агрессором. Говорят, в Министерстве иностранных дел. Россия не смогла разрушить переговорный процесс в Минске и избавиться от европейских санкций. И они будут действовать до тех пор, пока Россия не уберется из украинского Донбасса и Крыма. Нам удалось серьезно продвинуться в международно-правовом признании России как агрессора, как государства-оккупанта. И Российская Федерация обязательно понесет свое наказание согласно решениям международных организаций. Следующим важным достижением украинской дипломатии стало то, что государство и дальше достойно несет флаг европейской интеграции, с которым украинцы три года тому назад вышли на Майдан. Украина временами оступалась, но делала все возможное относительно ассоциации с ЕС. Соответственно, украинцы рассчитывали на то, что и голландцы поймут их стремление, но в конечном итоге, к сожалению, не получили ожидаемой поддержки. И сами голландцы не совсем понимают, с чем они имеют права, потому что они говорят, что мы не против Украины, мы против Евросоюза. И сами голландцы не совсем понимают, с чем они имеют дело. Они говорят, что они не против Украины, они против Евросоюза. Тогда проводите референдум о выходе из Евросоюза, как сделали британцы. Но не вставляйте палки в колеса украинской евроинтеграции. Украина стала жертвой обстоятельств и недоразумений в самих Нидерландах и внутренней политической борьбы в Королевстве Нидерланды. Ну и, возможно, уже сейчас нерешительность правительства Нидерландов выполняет свои внешние обязательства перед своими партнерами. Я говорю как об Украине, так и о Европейском Союзе вообще. Нынешнее ключевое направление украинско-европейских отношений – предоставление украинцам безвизового режима. По мнению Владимира Горбача, задержка выполнения обещаний международных партнеров сначала объяснялась тем, что Украина затягивает реализацию плана действия относительно визовой либерализации. Но уже начиная с осени 2016 года, эта задержка происходит из-за внутренних проблем в самом Европейском Союзе, утверждают эксперты. И прежде всего, из-за миграционного кризиса. Украина выполнила все свои обязательства. И именно сегодня следующий шаг за Европейским Союзом – окончательно одобрить решение с тем, чтобы украинцы смогли путешествовать в 2017 году по шенгенским государствам. Безвизовый режим для украинцев будет означать, что владельцы биометрических паспортов смогут безвиз путешествовать по странам шенгенской зоны. МИД обещает разъяснить своим гражданам особенности их пребывания на территории государств Европейского Союза. Я убежден, что как только будет принято это решение, мы вместе с нашими европейскими партнерами сделаем все необходимое, чтобы граждане Украины знали свои права, знали также о тех обязанностях, которые они будут иметь для того, чтобы воспользоваться правом безвизового въезда. Кроме безвизового режима важна окончательная ратификация соглашения об ассоциации. И по крайней мере лет 10 нам хватит работы по этому соглашению в плане приближения к нормам европейских стандартов. Вополняя соглашение об ассоциации, мы будем внутренне готовиться к будущему членству, если оно будет актуальным через 10 лет. Я имею в виду, если через 10 лет Европейский Союз останется Европейским Союзом и будет готов к расширению. В 2016 году Украина получала финансовую помощь от зарубежных партнеров стран НАТО и Международного валютного фонда на реформирование обороны правоохранительных органов, стабилизацию банковского сектора и борьбу с коррупцией. Недавно служба внешней политики Европейского Союза и Еврокомиссии сделали достоянием гласности общий доклад, где речь идет о том, что Украина проводит интенсивные и беспрецедентные реформы в экономической и политической сферах. За последние два года в очень трудных условиях не только из-за конфликта на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма Украина сделала значительные шаги. Сегодняшний отчет полностью признает эту работу, сделанную украинской властью. Сейчас крайне важно перейти от принятия соответствующих законов и созданий институтов к полному выполнению этих реформ для того, чтобы украинские граждане смогли получить от этого пользу. В свою очередь Юганас Хан, европейский комиссар по вопросам переговоров относительно расширения европейской политики соседства, также высказал убеждение, что усилия Украины относительно реформирования своего государства дают результат. Украина сделала важные шаги для решения ключевой – системной проблемы коррупции. Эта работа должна быть продолжена и должна принести реальные изменения в стране. Борьба с коррупцией и создание надежной судебной системы также являются ключом к трансформации бизнес-климата и восстановлению процветания государства. Оценка международных партнеров крайне важна для Украины, ведь выполняя соглашение об ассоциации, государство будет внутренне готовиться к будущему членству, считает Владимир Горбач. Нам, украинцам, хотелось бы, чтобы все было быстрее, качественнее и доступнее, но все упирается в нашу собственную способность проводить эти реформы. Здесь важной является внешняя оценка, чтобы более реально смотреть на эти вещи, так как те реформы, которые уже происходят на протяжении последних двух с половиной лет, они в принципе беспрецедентные для Украины. Таких реформ раньше, в таком темпе, в такой насыщенности по времени, наложению одной реформы на другую в один момент, таких реформ в Украине еще не было. После революции достоинства украинцы сознательно избрали европейский путь развития. Проведение эффективных реформ в стране является подтверждением евроинтеграционного направления. Подписание политического соглашения об ассоциации СЕС, либерализация визового режима, внедрение зоны свободной торговли с Европейским Союзом, как можно дальше будет отодвигать Украину от постсоветской системы управления государством и будет приближать ее к стандартам Евросоюза.